всем привет вы на канале обо всем и сегодня мы будем готовить котлетки из вот такого покупного фарша это говядина торговой марки воплина ну что во первых тут хорошо да упаковка заводская это всегда лучше чем просто развесной фарш да это говяжий фарш и вот тут на этикеточки можно рассмотреть что тут только говяжий фарш но первый второй сорт понятно что не вырезка какая-то говяжья все нас видите но только говядина больше ничего нет что очень радует потому что но по поводу от магазинного фарша у меня всегда сомнения добавляют они туда что-то не добавляют не очень понятно здесь написано что только нас это уже хорошо еще удобно что всегда вот эти упаковки вот полу килограммов и даже и бывают упаковки вакуумные там до 300 до 400 до 500 и ты вот стоишь выбираешь возле прилавка какая тебе надо побольше поменьше или наоборот тебе не такая попалась как надо а тут пол кило все очень хорошо то есть все запаковано и одного размера так ну что ж приступаем я чтобы меньше портить посуды потом замешивать котлетки так что мы видим внизу для того чтобы фарш да он будет давать водичку естественно будет давать водичку чтобы он в ней сок в этом не квасился здесь есть такие скажем так прокладочки и это что фарш сухой и не квасится да и вот он такими симпатичными такими бороздочками что тоже приятно так выбрасываем нам уже не понадобится так вместо соли я буду использовать соевый сос не нравится и во первых кто с ним готовит вы знаете он придает такое своеобразный небольшой вкус он достаточно соленый то есть не всегда соли это и достаточно если использую свой вы соус я уже соль отдельно не добавляю опять же сочности добавить да так конечно же нам понадобится я убиваю яйцо но его отдельно так разомнем чтобы яйцо было шмем а не по мисочке этой тарелочке упаковочки так думаю это все еще будем вымешивать и вместо хлеба все всяких приправочек тут же написано ничего нет значит окно немножко паприки так потом не что-то захотелось добавить всяких травок у меня есть сухая петрушка так сухой укроп и оно уже меленое все миленько порезано вот так можно добавлять конечно на ваш вкус ну куда конечно без перца ну и о смесь перцев такой аромат пошел я не люблю добавлять котлеты вымоченный хлеб и вообще хлеб не стараемся много есть поэтому нет но для того чтобы котлетку слепить можно конечно и без этого но у меня есть цельнозерновая мука я ее добавлю прямо в фарш в потом посмотрю может быть и обвалять ну что ж теперь надо все это хорошенечко перемешать в начале тапилкой потом конечно руками без рук никуда не обойдется вот и отставить буквально минут на 10 чтобы мясо во первых мясо пропитается всеми нашими специями которые мы туда добавили во вторых мука должна клейковинка немножко набухнуть чтобы она хорошенечко слепила ну что ж приступаем к ручному комбайн и когда вы фарш конечно вот так вот разминаете то еще добавляют сочности нашим котлетам будущем фарш всегда полезно хорошо размять наш фаршик постоял какое-то время настоялся пора формировать котлетки значит я решила все таки во внутрь добавлять кусочек небольшой сливочного масла поэтому котлетки я буду панировать потом муки для того чтобы масло конечно не вытекал то есть просто формируем такую небольшую лепешечку кладем туда маслечко и делаем шарик собственно формируем котлетку да уже как раз время поставить сковородку на плиту я налила немножко до оливкового масла и подсолнечного и на этой смеси масел буду наши котлетки обжаривать обычно я их не очень сильно обжаривают да конечно приятно когда корочка но не прям ну нет и такую же прям корки корки а так слегка обжариваю а потом под крышкой еще минут десять не доходят скажем так ну а так больше нравится так мы вначале формируем все котлетки процесс несложный стараемся сделать одинаковыми даже если не одинаковыми тоже какой же может кому-то захочется побольше котлетку или поменьше был выбор и тогда точно видно что это ручная работа когда нет когда разные размеры и вида и это значит руки поработали замечательно но формируем хорошо клеится то есть он такой вообще однородный но всяком случае рукой я не чувствую чтобы тут какие-то были жилки или хрящики мы потом в процессе дегустации еще попробуем как оно пока она вот так на ощупь скажем он очень однородный такой вот мягкий и мне нравится что вот он так прокручен вот миленько вот прям вот лепится видите он прям слипается в одно целое как раз конечно вот и всяких котлеток и такого дела это очень хорошо так весь фарш формируем забываем добавлять масло то вдруг кому-то не достанется вытопить самое время теперь переместиться к плите то есть масло у нас нагрелось берем наши котлетки и так щедренько обваливаем я опять же в этой же муке зеленозерновую во-первых однородная такая с если вы конечно любите так вот крупиночками что было то берите панировочные сухари ну чего я люблю цельнозерновую муку в таких случаях опять же добавляем полезность в нашу пищу и столько в нашу пищу питания наших детей вот так вот поступаем со всеми котлетками очень хорошо полукилограммовая упаковка она прекрасно помещается на сковородке вот у меня получилось тут восемь котлеток да они немножко разные вот это самая большая это последняя тот фарш который остался последний я решила на две маленькие котлетки не делите сделать такую одну богатую вот то есть восемь котлет они прекрасно помещаются на сковородке хорошо тогда не надо несколько раз жарить и во-первых они будут свежие сейчас все садут и поедят то есть очень и так вот эта полукилограммовая упаковочка так ну что ж котлетки с одной стороны уже немножко обжарились самое время их переворачивать для меня это вот всегда такой прямо челлендж их перевернуть я не знаю как древние делают я переворачиваю двумя лопаточками скажем так ну как то у меня так вот с ними не складывается но зато вот смотрите они какие получились получаются симпатюшечки мне они нравятся вот сейчас я скажу что с другой стороны они когда обжарятся я все таки под крышкой 10 минут не постоят потому что это все таки ж говядина не курятина вот и ей надо больше времени для того чтобы приготовиться вот ну все котлетки у нас замечательно перевернулись и теперь обжаривается с другой стороны так ну что ж самое время приступить дегустации один кусочек сейчас будет у нас главный дегустатор пробовать и я пробую ну во первых посмотрите на разрезе да видно что фарш он такой весь однородный то есть он красивый не будешь пробовать не будешь пробовать да хватит дуть пробую уже это если вы думаете что это у нас вентилятор работает то нет это ребенок дует на кусочек вкусно вкусно нет ну вот никаких хрящиков никаких косточек фарш фаршок однородный весь нет ну вот он реально это ребенок упал в обморок вкусно да ну что ж мы пошли дальше дожевать ну в общем что можно сказать фарш хороший да давай уже заканчивай есть хочется все ну все ж меня зовет пока пока не забывайте подписываться и ставить лайки